Добрый день уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня в рамках серии выпусков о настройке 3D принтера мы поговорим о таком базовом процессе как калибровка экструдера. Хоть я считаю это базовым шагом на пути к качественной печати, некоторые забывают о нем, другие же слышали, но не знают как это делать. Поэтому давайте сегодня разберемся как провести проверку и калибровку экструдера нашего 3D принтера. И первое что нам необходимо сделать это идентифицировать некалиброванный экструдер. Если вам приходится значительно уменьшать или увеличивать коэффициент подачи материала, то есть поток или flow rate в англоязычных версиях слайсеров, в то время как диаметр прутка в допуске и сопло чистое, то это первый признак того, что хотенд вашего принтера возможно нуждается в калибровке. Чтобы убедиться в этом предположении нам необходимо проверить какое количество материала подает шаговый двигатель экструдера при заданном значении длины экструзии. Для этого мы возьмем в руки измерительный инструмент, например линейку или штангенциркуль и сделаем следующее. Разогреваем сопло 3D принтера до температуры плавления материала, после чего вытаскиваем филамент из хотенда. Отсоединяем тефлоновую трубку от штуцера и подаем материал вперед до выхода из трубки. Отрезаем его ровно заподлицо с трубкой. Теперь мы должны несколько раз подать материал вперед для подсчета среднего значения. Задавайте длину подачи не менее 50 мм для большей точности. Далее измеряем длину экструдированного прутка. Если заданная длина филамента равна фактической, то это значит, что экструдер не нуждается в калибровке. Если же фактическая длина меньше или больше заданной, мы должны корректировать сколько шагов необходимо сделать мотору экструдера, чтобы протянуть 1 мм прутка. Давайте подсчитаем нужное значение, которое далее мы внесем в прошивку. Что нам для этого необходимо? L средняя, то есть измеренное нами среднее значение длины экструдированного прутка мы знаем. В моем случае это 49,5 мм. L заданная, то есть заданная длина экструзии, в моем случае это 50 мм. А вот S заданная, что есть текущее значение разрешения экструдера у нас нет. Нам необходимо его посмотреть в прошивке принтера. В этом нам поможет программа Repeater Host. Ссылку на скачивание я оставил в описании к видео. Запускаем программу и нажимаем кнопку подсоединить. После чего заходим в раздел конфигурация, конфигурация и пром. Если у вас не получается выполнить подсоединение принтера, поменяйте порт в настройках программы. В строке разрешения оси экструдера необходимое нам текущее значение величины шагов на миллиметр. Выписываем его. И теперь по простой формуле подсчитаем искомое значение величины разрешения экструдера. Полученное значение мы должны внести в прошивку 3D принтера. Переходим в программу и вводим новое значение разрешения экструдера. Нажимаю клавишу ОК и после этого мы можем смело закрывать программу и запускать тестовую печать. На этом на сегодня все. Всем качественной печати. Если вам понравилось это видео подписывайтесь на канал и жмите палец вверх. Пока.